МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сургуте строят проезд, который горожане ждали не один десяток лет. Жителям Сургутского района, заключившим контракт с Минобороны, начали выдавать современные баллистические шлемы. Это дополнительная мера поддержки участников СВО. Абмундирование долго выбирали. Советовали с теми, кто уже бывал на передовой. Изучали пробитие этих головных уборов. Комментарии большинства бойцов. Шлемы реально спасают жизни. Закупили 70 единиц. Эти баллистические шлемы легче обычного стального. Весят полтора килограмма. Металлические для сравнения четыре. Кроме того, каждый, кто заключает контракт в районе, получает с собой тактическую аптечку. Условно крепится на амуницию, чаще сзади. Для того, чтобы в экстренной ситуации боец протянув руку, просто расстегнул фастекс, сдернул ее с платформы и мог буквально в секунду открыть, получить доступ к этому инвентарю. По большому счету, это, наверное, половина того, что необходимо бойцу, оператору. В любом случае, все оборудование так или иначе будущий пользователь подбирает под себя сам. Сейчас посмотрели. В принципе, качественный материал. Пользуется. Аптечка добротная. Стоит отметить и аптечки, и шлемы. Это дополнение к тому амундированию, которое получают бойцы от Министерства обороны и правительства Югры. Один из залогов успеха в специальной военной операции – господство в воздухе, которое обеспечивается в том числе беспилотными летательными аппаратами. Очередную партию этих полезных на фронте устройств, приобретенных при содействии правительства Югры, доставили накануне в зону боевых действий. Подробности далее. Птичка высокого полета такая нужная сегодня в военном деле. Конечно, речь идет о беспилотнике. При поддержке правительства Югры в зону СВО для наших бойцов доставлена очередная партия современных дронов для разведки и боевых задач. С вашей заявкой поступил квадрокоптер. В каждый квадрокоптер идет дополнительно два запасных аккумулятора. И в том числе одна система сброса. Оборудование исключительно по заявкам самих бойцов. А доставкой ценнейших посылок занимается Центроспас Югория. Естественно, в сопровождении военных. Мы непосредственно связываемся с подразделениями. Наши задачи входят. Обговариваем условия передачи этих средств и доставляем для наших бойцов. Надеюсь, наши средства принесут им пользу, сохранить жизни наших бойцов. И окажут какое-то содействие, помощь для того, чтобы победить. Бойцы мобилизованные не скрывают, что округ их никогда не забывает. А такие технические средства помогут приблизить победу. Была заявка. Просили. Нужны. У врага их больше. К нам помогают. Чем могут, помогают. Благодарим Наталью Владимировну за оказыванную помощь фронту. То, что она своих земляков не забывает. Мобилизованный с позывным облачкой из батальона «Неман», где служат немало югорчан. Его подразделения выполняют боевые задачи на авгейском направлении ДНР. Солдаты говорят, что уже привыкли за год службы к военной жизни. Хотя, конечно, и скучают по дому. Югра доставляет спецсредства по всей линии фронта. Причем техника самая передовая. Бойцы Немана при нас оценили качество привезенных беспилотников. «Малик-третий» – очень дорогая модель. Хорошая и продуктивная в нашей непростой работе. Нам простым «Солдатам». Как говорится, она не по карману. Поэтому большое спасибо Ханты-Мансийскому автономному округу за предоставленную возможность пользоваться техникой профессиональной. Ну и победа будет за нами с такими темпами. Спасибо, Югре! Вместе победим! Участники СВО и члены их семей могут получить медико-психологическую помощь. К примеру, в Нижневартовской городской поликлинике для этого работает специализированный кабинет. При необходимости людям помогают разобраться с посттравматическими стрессовыми расстройствами. При подобных проблемах у человека появляются навязчивые воспоминания травматической ситуации, наплывы, тревоги, даже галлюцинации. А также постоянное беспокойство, нарушение сна, трудности с концентрацией внимания и так далее. Самолечение в таких ситуациях неэффективно и даже опасно. Военнослужащие и члены их семей при необходимости могут получить помощь на горячей линии по вопросам СВО по номеру 117. Позвонить в Управление Минобороны по работе с обращениями граждан. Или прийти в кабинет медико-психологического консультирования. Югорячане могут написать пьесы, посвященные подвигу блокадников. Лучшие произведения попадут в сценарии для театральных подмостков. Движение «Бессмертный полк России» начинает реализацию проекта «Наследники блокадного Ленинграда». Один из этапов – Всероссийский конкурс народных сценариев. Лучшее произведение поставит известный театральный режиссер при участии молодых актеров, учеников и выпускников творческих вузов. Также принимаются сценарии для проведения школьного урока, посвященного блокадникам. В рамках проекта пройдет Всероссийский конкурс «Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен». Прием работ, который закончится 8 ноября. Добавлю, для участия в конкурсе сценарицев необходимо заполнить заявку на сайте правнуки-победители.ру до 20 октября. Итоги будут подведены в Санкт-Петербурге на форуме патриотических инициатив, приуроченном к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. В Березовском районе устроили тест-драйв новым метеорам. Теплоходы начнут работать по маршрутам муниципалитета в следующем году. А сейчас проходят стресс-тесты и обкатку двигателей. Суда проверяют на прочность, надежность и соответствие всем требованиям безопасности. Прохождение таких испытаний позволяет убедиться в высоком качестве новых теплоходов и готовности их к работе на водных маршрутах. Новые метеоры отличаются современным дизайном и комфортабельными условиями для пассажиров. Они оснащены всем необходимым для приятной и безопасной поездки. Большим салоном на 120 мест, внутри напоминающим Боинг, каютами для экипажа и современными системами безопасности. Обслуживать маршруты Березовского района будут два теплохода. Всего в Югре таких четыре. Новые метеоры проекта 2021 и 2022 ожидаем на линию в следующем году на линию Фантом-Ансист-Березова. Расписание изменений не потерпит. Будут работать оба на данном маршруте. Сам метеор потерпел множество изменений. Теперь он имеет один большой общий салон на 120 посадочных мест. Оснащен всеми необходимыми устройствами, в том числе для обострения крупной населения. Эти метеоры на акваториях Березовского района открывают новые перспективы для развития туризма и улучшения транспортной доступности муниципалитета. Также это создает возможности для экономического развития территории. Югорчане выбирают имя для новой плавполиклиники. Первый такой теплоход Николай Пергов вот уже 30 лет позволяет специалистам оказывать помощь жителям отдаленных поселков Югры. Совсем скоро в Коломне состоится закладка киля второго медицинского теплохода для югорчан, сообщает губернатор округа Наталья Комрова в своих соцсетях. Новая плавполиклиника будет отличаться большим объемом медпомощи, разнообразием медицинских исследований, новыми методиками и технологиями. На судне обеспечат работу не менее 25 кабинетов для приема врачей, обязательную доступность для маломобильных граждан и возможность комфортного размещения 10 членов экипажа и 26 медицинских работников. Окружной департамент здравоохранения предлагает югорчанам самим решить, в честь какого знаменитого врача России будет названа новая плавполиклиника. В списке имена синих выдающихся докторов Сергей Боткин, Иван Павлов, Николай Склифосовский, Иван Сеченов, Илья Мечников, Нил Филатов и Матвей Мудров. Отдать свой голос за понравившееся название можно до 3 октября на портале «Открытый регион Югра». В Югрии растет заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. За прошлую неделю число случаев респираторных заболеваний выросло на 18% и превысили эпидпорог на 54%. Лидируют Сургут, Нижневартовск и Нефтьюганск. Что касается коронавируса, за неделю заболеваемость выросла на 57%. Здесь также лидирует Сургут. В Тройке Хантамантиск и Урай. По информации окружного Роспотребнадзора, югорчане чаще всего заражаются в местах большого скопления людей. Растет доля заразившихся в семье и в больницах. Напомню, чтобы превзратить массовое заражение, в медучреждениях Югре действует масочный режим. Также, отмечу, в Югре продолжается приювочная кампания. 298 тысяч югорчан уже сделали прививки от гриппа. Это примерно треть от плановой вакцинации. К коммунизации населения подключились и предприятия. За счет средств работодателей привито более 2,5 тысяч человек. Большинство россиян предпочитают не брать больничные. Об этом говорит новое исследование, которое провели известный сайт по поиску работы и крупная страховая компания. Выяснилось, что 66% жителей страны предпочитают отлежаться один-два дня дома, после чего возвращаются на работу. 24% респондентов приходят на работу больными. Остальные переходят на удаленку. Выяснилось, что чуть больше трети опрошенных берут больничные листы. Россияне назвали несколько причин, почему они не оформляют листок нетрудоспособности. Это экономически невыгодно, их некому заменить на работе. Кроме того, многие считают, что пары дней дома достаточно для выздоровления. Отмечу, что с начала года югорчане взяли более 400 тысяч больничных, а сумма перечисленных им средств по листам нетрудоспособности превысила 8 миллионов рублей. Югра в одном шаге от зимы. Продолжительное бабе лето уступило холодным ветрам и дождям. Уже сегодня ночью столбик термометра практически достигнет нуля градусов. В среднем по округу от плюс одного до плюс шести. Дневные температуры, конечно, выше, но уже не более 14 градусов. При этом в округе сохраняется переменная облачность. Так что днем ранее столицу Югры в последний раз в этом году поцеловало лета. Дело в том, что в Ханты-Мансийске впервые за более чем сто лет температура в конце сентября достигла плюс 23 градусов. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. В Югре Вахтовика уличили в кражу нефтяного оборудования. Мужчина планировал получить большой куш, ведь стоимость похищенного превышала 1 миллион 200 тысяч рублей. Заявление о совершении преступления поступило в дежурную часть полиции Нефтьюганска. Сообщалось, что в одной из производственных баз пропало оборудование для бурения. Правоохранители установили личность причастного к этому происшествию гражданина. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Ульяновской области, который работал на предприятии вахтовым методом. Выяснилось, что мужчина перекусил провода, демонтировал с боровой установки 6 плат мюделя верхнего привода, а затем спрятал их, чтобы в дальнейшем продать. По факту кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Неравную возрастную категорию выбрала для своих преступных посягательств жительница поселка Пионерский советского района. 40-летняя гражданка решила обократь школьников. Возле одного из домов женщина открыто похитила у девочки золотые сережки. Причем сделала с применением физического насилия не опасного для жизни и здоровья. Сумма ущерба составила 7,5 тысяч рублей. В тот же день подозреваемая находясь в здании дома культуры похитила из гардероба детскую куртку стоимостью 10 тысяч рублей. Стоит отметить, что ранее злоумышленница была неоднократно судима. Дождались. Больше 30 лет жители 25-го микрорайона Сургота ездили по несуществующему проезду. Проезд Монарева названный так в честь первого главы Сургота наконец будет существовать официально. Его не отремонтируют, а впервые построят. Как он будет выглядеть в 2025 году и что об этом думают сами сургутяне в сюжете Екатерины Нефедовой. Полкилометра проезда за 166 миллионов. Баснословная сумма кажется ничтожной в сравнении с десятилетиями ожиданий тысяч сургутян. И вот наконец случилось. Сегодня подписан контракт с подрядчиком и не откладывая в долгий ящик компания приступает к работам. Пока организационным. Мы планируем заказывать все материалы, у которых сейчас затруднено производство, то есть увеличен срок изготовления и заказа, ну и естественно срок логистики, подставки. В первую очередь это инженерное оборудование. Все, что относится к электрооборудованию, к наружному освещению, то есть опоры, закладные, кабеля, это все от двух до трех месяцев сейчас логистика у нас плюс срок изготовления, поэтому мы в первую очередь будем эти материалы заказывать. Вдоль проезда Монарева множество коммерческой недвижимости. Бизнесмены, наверное, больше горожан ждали благоустройства подъезда к их объектам. В 2016 году даже согласились поучаствовать финансово в проектировании проезда, однако строительство постоянно откладывалось. Даже администрация города подготовила соглашение о пожертвовании этих средств, но в связи с пандемией это не получилось. Потом я хотел свои депутатские деньги в средства и депутатского фонда направить на эти цели. Мы тогда приняли решение, что направим их на ДК-строитель, а не сюда. И, наконец, деньги нашлись. Вся сумма выделена из городского бюджета. А работы непочатый край. Переустройство инженерных сетей, строительство ливневой канализации, прокладка кабелей, подготовка основания и, наконец, укладка асфальта и тротуаров. Но перед этим нужно исключить наличие несанкционированных коммуникаций. Бывают такие моменты, когда какие-то самовольные объекты появляются. То есть кто-то частная организация берет, инженерку прокладывает, ни с кем не согласовывает. Но, в принципе, есть механизмы решения этих проблем. Я рисков как таковых здесь не вижу. То есть в процессе работ мы сможем все вопросы решить. Благодаря сухой осени проехать по этому проезду еще возможно. Однако скоро выпадут обильные осадки и вся дорога превратится в сплошную лужу. Больше 30 лет жители близлежащих домов у посетителей соцобъектов обходили стороной эту дорогу. Но в следующем году и этот острый вопрос наконец будет закрыт. Машины часто ездят, люди часто ходят. Поэтому это будет очень хорошо, если здесь построят дорогу. Конечно, долгожданный год уже по таким мухабинам ездим. И машины в том числе и в ямы попадают, и где-то царапают. Машины жалко. И просто даже ходить по этим колбубинам пешком. Извините, неудобно. Ну вот сейчас еще более или менее, когда уже начнутся обильные осадки, дожди, снега, то тут вообще... Я даже тут не проезжаю другими путями. Потому что могу сесть. Отмечу, что по условиям договора объект должен быть сдан в 2025 году. Но управление капитального строительства и депутатский корпус не теряют надежду получить готовый проезд уже следующей осенью. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадио компания Югра, Сургут. Парк активного отдыха строят в Покачах. Здесь смогут заниматься футболисты, баскетболисты, волейболисты, лыжники. Предусмотрены и раздевалки для спортсменов. Также на территории обустроят детскую зону. Проект парка включен в карту развития Югры. Сейчас проходит первый этап строительства футбольного поля. Готовят проект на сметную документацию по этому объекту. Волейбольной площадке на территории уже есть в планах установка колец для баскетбола. Что касается дизайнерского оформления парка, активного отдыха, рассматривают установку входной группы. Этот проект ждет общественное обсуждение. У нас есть дизайнерское решение проектировщиков. Это направлено на какие-то кибельские отголоски лыжной базы. Там стоят такие светильники современные, высокие, удлиненные, как лыжные палки и лыжи. То есть сразу навевает территорию лыжных гонок. Возможно, мы не будем его придерживаться. Может быть, обратимся опять к жителям. Как написать сценарий? Что нельзя есть перед записью? И как создать свой подкаст без денежных вложений? Об этом говорили накануне в рамках первой медиашколы Югры. Этот проект реализуется в Хантамансейске благодаря гранту губернатора Югры. медиахолдингу Югра и двум департаментам внутренней политики Югры, а также молодежной политики, горжанских инициатив и внешних связей Югры. На первый интенсив, который посвящен подкастам, отобрали 25 человек со всего округа. Это, к слову, было главным условием школы, чтобы ученики были только из Югры. За четыре дня они напитаются знаниями от региональных и федеральных экспертов, а после придумывают тему своего подкаста, которую презентуют в конце интенсива. Накануне тренинги ввели автор подкаста «Впускайте Кракена» Алексей Плужников, а также сценарист «Гудстори медиа» Елизавета Прошакова. У ребят будет возможность около 10 минут записать пилотные выпуски своих подкастов. Мы поможем им по структуре, дальше они запишутся и дадим уже практическую часть с точки зрения монтажа и обработки звука. Чтобы как только обучение все это прошло, у них, во-первых, была реальная возможность использовать эти знания прямо при нас, чтобы мы могли скорректировать как-то их в процессе, чтобы они не ушли, наделали дома ошибок и подумали то, что, блин, у меня ничего хорошего не научили, а здесь мы именно вместе с ними проработаем хорошенько их эпизоды, чтобы и по содержанию, и по качеству все было классно. Я буду рассказывать про драматургию и, по сути, про приемы кинодраматургии и, ну, можно даже сказать, и стори-теллинга в том числе, потому что стори-теллинг это более общее, может быть, да, понятие, чтобы они смогли просто написать хорошие, классные повествования. Вот и все. Танцы доступны всем. Это доказали нягоньцы, которые занимаются в инклюзивном сообществе «Крылья». Его создатель Евгения Никитина проводит хореографическое занятие для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Такие упражнения помогают приобрести навыки владения своим телом и зарядиться положительными эмоциями. Инклюзивное сообщество «Крылья» появилось в Нягоне в 2018 году. В 2021 танцоры принимали участие в международном инклюзивном фестивале «Джангуль», где завоевали семь дипломов лауреатов первой и второй степени. За пять лет существования сообщества «Крылья» танцоры приняли участие в более чем сорока концертных, конкурсных и фестивальных мероприятиях. У этих детей это такое стремление, им так это нужно, и они таким удовольствием будут заниматься. Хотя вроде бы заниматься там час, но мы занимаемся два часа, потому что они не хотят уходить, им надо больше, больше найти нам. Да, устают, но они с таким наслаждением, вот эта усталость у них, это просто, наверное, даже прям таким наслаждением выходит. Евгения Сергеевна мне как-то все подсказала, меня немножко поднатаскала, теперь я более себя уверенно чувствую и как-то даже уже теперь не представляю жизнь без танцев. Если мне танцы, то может, действительно бы я загнулась, и у меня бы даже не разрабатывалась нога. Я живу, я все-таки еще могу что-то достичь, все-таки я не просто лежу как овощ, я могу двигаться, у меня это получается, и это прекрасно. Я более гибкий стал, еще как бы плюс в том, что когда я пришел на баскетбол, мне уже было легче коляской управлять, потому что всему я уже научился здесь. Слэш-хоккеисты Югры разгромили подмосковный Феникс. Эта встреча состоялась в рамках первого этапа чемпионата страны. Он проходит в Ижевске. Этот матч стал пятым для югорской команды. Югорчане смогли быстро открыть счет. Уже на четвертой минуте счет открыл Игорь Малецкий. Следующее взятие ворот случилось только во втором игровом отрезке. Притом забили югорчане дважды и с интервалом в две минуты. Точку в этом 4-0. Сегодня Югра сыграет с командой Москва. Наша команда одержала победы во всех матчах первого этапа и возглавляет турнирную таблицу. К этому часу это все новости от моих коллег. До новых встреч на телеканале Югра. Всего доброго. В Югре стартовал новый сезон высшей хоккейной лиги. Весь регион следит за играми хоккейного клуба Югра. К числу болельщиков вот-вот присоединятся жильцы одной из новостроек Ханты-Мансийска. А помочь им в этом решил Владимир Сахацкий, вратарь югорских мамонтов. Он уже стоит на пороге цифрового дома. Здравствуйте, можно к вам? Умный домофон для домовладельцев одна из цифровых технологий Ростелеком-ключа. С помощью камеры на входе в подъезд можно увидеть гостя и дистанционно открыть дверь. А при необходимости создать временные коды для врача или курьера. В этой новостройке Ханты-Мансийска проведен и высокоскоростной оптический интернет от Ростелекома. Сварить последнюю милю оптоволокна в квартире одного из абонентов попробовал Владимир Сахацкий, временно сменив хоккейную форму на куртку инсталлятора Ростелекома. По словам вратаря Югры, между скоростью интернета и хоккеем много общего. Мне впервые пришлось проводить оптический кабель в квартиру. Это было очень интересно, это очень классная работа. Например, если ставим скорости, то шайбы бросаются со скоростью 190 км в час примерно, а тут скорость интернета 1 гигабит. Это огромные скорости. С просмотром прямых трансляций, хоккейных матчей в интернете теперь нет проблем. Следить за ледовыми баталиями, а также звездами российского и мирового спорта можно в видеосервисе ВИНК от Ростелекома. А любимое кино можно скачать на смартфон. Кстати, как и приложение, управляющее всеми сервисами Ростелеком-ключа в доме. Подключиться можно, обратившись в ТСЖ или управляющую компанию. В Югре более 40 цифровых новостроек подключено к умным сервисам и услугам компании Ростелеком. Это более 16 тысяч семей, которые ежедневно пользуются умными технологиями и применяют их в повседневной жизни. Пользуются такими услугами, как умные счетчики, умный шлагбаум, умный видеодомофон, видеонаблюдение. Решение Ростелеком-ключ настраивается с учетом потребностей жителей многоквартирных жилых комплексов как в новостройках, так и на вторичном рынке. Всего в России более миллиона человек уже используют Ростелеком-ключ. Решения настраиваются с учетом потребностей жильцов новостроек и владельцев квартир на вторичном рынке.